снова всем привет дорогие друзья я продолжаю проходить планет эксплорерс и я немножко забота со строительством базы выбрал я место спасибо большое за ваши советы в основном они сводились к тому что база должна быть посередине карты здесь лес и вот это вот стена она как бы ну мне не хотелось бы за нее строить также я когда здесь вот проводил разведку заметил что вот здесь тоже какие-то строения есть я туда не ходил не смотрел но опасаюсь я короче говоря близко к инопланетянам этим туземцам туземцам что-либо строить давайте кинем беглый взгляд на то что я тут насочинял наверное идея не нова строить базу сферической формы по форме защитного экрана это конечно только начало то есть это еще не окончательная ее внешность мы видим что есть несколько этажей я надеюсь что у меня получится то что я задумал вот здесь я высадил нашу технику этот маленький вертолетик я скрафтил как бы но для мобильности потому что вот тот большой он мало того что не поворотливый так еще и поврежден у нас сейчас вот этот вот маленький мне больше нравится также я тут экспериментировал с лодками создал вот такое чудо но она не работает то ли я что-то не понимаю то ли механика несколько сложнее чем мне казалось но вот эта лодка не плавает конечно тут нет руля скорее всего именно поэтому она не плывет как надо но она нет не просто не поворачивать она не плывет по воде она заныривает так но этот поврежденный наш вертолет я пока оставлю здесь пусть он стоит и вот как видите я создал основу будущей базы делается это вот здесь вот сборочный узел тут немного чего надо можно посмотреть защитный экран я в общем-то и строил как раз по нему я знаю что при улучшении вот этого сборочного узла расширяется и радиус защитного периметра но у меня с этим тоже есть некоторые задумки я думаю что мы расширим нашу базу под периметр будем подстраивать пока что я периметр визуализацию периметр отключу можно также базу нашу апгрейдить вот я уже говорил но здесь нужны эти микросхемы сейчас я этого делать не буду и мы видим что база позволяет содержать вот такие вот как бы сказать ту рельку я поставил друзья увидите довольно сильно мне надоело за все время показе занимался строительством довольно долго несколько дней реального времени все время она лезет под руку случилось посмотрите давайте приступим к строительству базу я всего конечно сейчас не сделаю но мы начнем с электростанции я буду строить базу параллельно выполнять задание давайте посмотрим что нам нужно на электростанцию практически так этих 40 практически все у нас есть там вот если видно у меня вход в шахту я там добывал камень для строительства никаких ресурсов тут поблизости я не нашел но вот пришлось мне сделать такую небольшую шахту для именно добычи камня так я может быть как-нибудь покажу электростанция и четыре штуки вот этих нафармивая довольно много ну вот медь нафармил на фарме вот этот грунт в процессе ну немножко еще мясо потому что прилетали тут всякие вражины периодически и на земле там кстати говоря спаунятся тоже довольно злые животные что ж ты бегаешь то так крафтим электростанцию сейчас ее разместим здесь и отправимся в поселение в котором у нас есть невзятые задания то я заберу думаю что электростанцию размещу вот здесь поближе к нашему сборочному узлу делается это довольно просто в общем просто мы вот так вот на поверхности и размещаем единственное я бы хотела ставить проход между различными блоками чтобы совсем не нагромождать не строить короче говоря вплотную вот электростанция наша имеет некоторый радиус в котором распространяется собственно говоря электричество эту визуализацию вроде бы тоже можно отключить таким вот образом здесь мы видим что у нее используется уголь в качестве топлива довольно долго его хватает полностью заправлен отлично здесь сразу открывается как бы такой менеджмент нашей колонии поселенцев у нас пока никаких нет и вот первым делом нам нужно позаботиться вот этой проблемой а именно пригласить этих самых поселенцев лодка эту я пока брошу здесь мне она в общем то не нужна а путь наш лежит вот сюда к лагерю землян там у нас задание здесь вот в марсианском вот этом лагере я пробовал взять но там таковых заданий нет там нам предлагают только компаньонов поэтому прыгаем и планируем я думаю что мы вполне можем долететь на одном только этом планере я отказался от идеи строить на горе ну в первую очередь потому что мне пришла в голову вот эта мысль построить сферическую базу кое-кто спрашивал там для чего нужна вообще база но во первых это задание все таки у меня было задание я вот построил основу и задание выполнилось во вторых вот эти вертолеты наши автомобили лодки в последующем если я буду делать их нужно заправлять и ремонтировать делать это можно только на базе и строить собственно говоря серьезные аппараты мы тоже можем только на базе поэтому база нужна и кроме того база позволяет выращивать ресурсы насколько я знаю сверяемся с картой пока что все правильно так вот здесь вот уже ландшафт ландшафт как бы неблагоприятствует нашему полету совсем неблагоприятствую сейчас я чувствую мы приземлимся если здесь уместно такое выражение но нет а нет все таки какой-то каньон еще деревья растут густо процессе строительства я неоднократно прыгал с верхнего этажа и долетал до самого моря на юге до пляжа так что никакой проблемы с этим нет так это у нас что за озеро нам оно по сути то не нужно но мы видим появился маркер на карте позже я посмотрю что это такое сейчас нам надо аккуратненько ну все таки вот да недолет давайте посмотрим озеро даю нам его отметили видимо но важно для сюжета нам нужно еще довольно таки прилично передолить естественно я постараюсь избежать фаст тревела без нужды во время постройки вот этой базы я сознаюсь грешил потому что нужно было много фармить прежде всего камня меня не хватало как ни странно песка добыть его но я не знаю где можно кроме как на берегу поэтому мне пришлось вот воспользоваться давай-ка прыгнем ну что ж ты не хочешь лететь чуть-чуть ему не хватает буквально чуть-чуть также я сознаюсь зашел в творческий режим то есть в строительство и обнаружил там посмотреть какая вообще бывает экипировка потому что почему-то я не нашел лазерной винтовки которая была раньше если мне память не изменяет лазерную винтовку я не нашел но я нашел довольно интересный ракетный ранец причем разных типов и когда мы получим доступ к такому ранцу если получим то конечно наши крылышки уже будут не нужны смотрите там пескосос если помните мы воевали с таким он довольно жирный поэтому я обойду пожалуй здесь вот мы видим дыра в земле какую-то пищу так вот частично в полете частично пешком мы добежим таки до лагеря марсиан я надеюсь подруга это за за мной так и бегает я начал говорить что она мне порядком надоело дело то что строительство в этой игре не то чтобы очень уж сделано оптимально да ну если привыкнуть конечно уже получается получше но все равно вот это вот ролл намечится вокруг и застревает это кстати проблема еще и в плане того что когда мы начнем приглашать колонистов на нашу базу я опасаюсь того что они начнут банально падать то есть у меня сейчас там ничего не огорожено я лишь надеюсь что у них какой-то инстинкт будет само сохранение но если нет то придется что-то додумывать вот и они застревают и падают без видимой причины то есть просто вокруг тебя бегает падает как бы вниз но она не не дохнет но агрит таким образом врагов это тоже не очень приятно мне одну турель раздолбали процессе то есть я отвлекся на добычу ресурсов и упустил этот момент когда прибежал прилетел вернее я даже не заметил кто это был но кто-то очень злобный и сильный и раздолбал мне одну из турелей так ну вот он лагерь собственно говоря мы прибыли что ж ты да чуть-чуть вот не хватает ему ну давайте будем брать задание давайте начнем вот с этой агнес она вроде как по растениям здесь во первых поговорим ты знал что на этой планете есть разумные обитатели это та еще загадка морик просто ошарашил мне рассказав это когда я вернулась в лагерь это настоящий сюрприз они не отображались на сканерах и фотографиях наших дронов даже на тех что были сняты с орбиты неужели у них есть технологии защищающие их от наших инструментов очень сомневаюсь в этом чем-то мерзким тянет от этих вещей и мне это не нравится с другой стороны это же здорово что мы нашли живых разумных существ я прилетел на правильную планету не знаю не знаю ты лично управляла камеркой камерами когда мы были на орбите нет начинала все команда марси филлипс их работа была полностью прозрачной так что не думаю что там были какие-то маленькие хитрости хотя хотелось бы мне знать наверняка один из стандартных вопросов почему ты приняла участие в миссии лучшая подруга мечтала но умерла ну и она видимо решила вместо нее хочет изучить эволюцию ага здесь эволюция проходила быстрее всего за 1 миллиард лет исследователь значит да ну пока что мы ее приглашать не будем сначала я выполню ее задание нет она не травница она какая-то охотница ну-ка как тебя зовут Агнес Агнес Копперфильд разве мы не встречались несколько раз на эпифании я преподавала водный курс по местной фауне все-таки охотница да значит ты знаешь все о животных этой планеты ну нет мы описали лишь некоторых вот давай я подключу тебя к нашей энциклопедии видов это отлично окажи мне помощь вноси туда запись всякий раз когда встретишь новое животное тогда совсем скоро мы опишем все виды на планете справочник вот он раньше его не было кстати говоря мне советовали заглядывать я заглядывал но не видел здесь никакого справочника давайте глянем ну это мирный вроде бы пескосос вот вот такие вот ребятки прилетали ко мне птеррекс носорог нам знаком мегапор вот там вот тоже в пустыне такие спаунятся довольно жирные и да они ну стайками медведей мы знаем акулу мы знаем гарпи в общем то мы знаем вот этих вот я бил тоже в пустыне тоже стайные товарищи обладает способностью парализовать своих жертв токсином ну что то они пытались да степной гиббон все таки обезьяна как я и говорил а слои зад ну действительно у него какая-то когти кроль один из первых хищников призрачный волк все таки волк да я не ошибся хочется а вот поворачивается можно рассмотреть со всех сторон кенгуру ну я думал что это тушканчики ладно жираф искра ну я вот путаюсь в этих птичках издалека они все на одно лицо таких я еще не видел по моему здесь вот они отображаются как будто я уже встречал ну может быть то рель их замочила одно из таких пуджа это вот собственно говоря аборигены ну это драконоподобная ворона когти клюв волкорог то что я называл крокодилом опять птичка тоже довольно жирное хищное создание тоже в пустыне исполнится а это вот который маскируется в земле по-моему такого тоже видели черепашка наездник тоже птичка ладно будем знать где агнес подожди не торопись у меня еще одно дело к тебе море море сказал что ты ушла искать животных нашла что-нибудь интересное о да я только что была на озере немного к северу отсюда наблюдала за странным видом рыб я видела их только мельком но мне кажется что они слишком большие чтобы там жить поэтому я бы хотела получше их изучить чтобы лучше понять эволюционный путь который проделала жизнь на этой планете так хорошо сходим проверим но это только один естественно из квестов давайте вот с Верой еще поговорим вот она кажется травница ну да у нас нет медика раны но это видимо кто-то из вернувшихся раны относительно легкие переломы немного обожженная кожа Ава и ее друг еще не вернулись нет но я не очень беспокоюсь они могут постоять за себя все же если у тебя есть время можешь вернуть их мы очень заинтересованы в том почему в этой области довольно сильные электромагнитные помехи если в этом виноваты аборигены то у нас действительно крупные неприятности почему же ты участвуешь в миссии первопроходцем хочет быть все романтики короче все как один ни один не сказал да чисто ради бабок пообещали тут кучу бабла отвалить так я пока проверила только одно место неподалеку отсюда на уровень pH почвы там такой как мы ожидали около 5,5 подходит для выращивания многих культур все же неплохо бы обзавестись сульфатом алюминия чтобы понизить уровень кислотности для некоторых растений поищешь его для меня в свободное время у меня вроде бы есть уже а вот алюминия у меня по-моему нет научит делать удобрения да два алюминия нужно где же его блин взять вот так какие-то мирные птички летят хотя мою базу вот которую я построил там пока не было верхнего этажа любые пролетающие птички пытались атаковать почему я и заморочился с турелями так давайте-ка спросим у лауны счет алюминия может быть она его продает тупо так проборигенов но он тоже тут удивлен алюминий камень железо алюминия у него нет серо голова уголь блин а как же получить алюминий ну очевидно что его нужно выкопать из земли но я бы предпочел купить у кого-нибудь из ребят кстати продает готовые уже модули для базы ну вот алюминия я у него не вижу может быть вот этот морик ну-ка стоит а вот у него здесь всякая всякая трава ладно с алюминием мы заморозимся давайте возьмем вот этого чувака в нашу колонию ага там нужно кровати построить точно ну а пока что в процессе как бы нашего похода к озеру мы будем сканировать местность кстати можно прямо здесь начать вдруг здесь что-нибудь есть но нет или по всему нет я буду сканировать местность искать этот алюминий давайте наверное воспользуемся вертолетом что мы будем бегать правда с нами увязалась еще и Агнес но они пусть бегут пешком а я вот с комфортом вот таким вот образом самое сложное вот в этом вертолете ну и вообще в любом вертолете это направить его в нужную сторону слишком быстро он крутится вокруг своей оси как по мне опа сейчас они согрятся да удар с техникой они воспринимают как попытку атаки сейчас могут раздолбать на вертолет прочности у него низкая такой вот внезапный экшончик но я надеюсь что не отстанут не будут меня долго преследовать но надежды на это мало смотрите они прям настойчиво хотят моей крови а там кто-то крупный сейчас еще вяжется за мной это ворона гигантская отстали вроде отстали набираем высоту здесь довольно далеко пешком я бы задолбался конечно бегать ну и конечно да помимо воздушного транспорта я планирую активно использовать лодки потому что ну не зря я построил на озере базу проще наверное даже и быстрее будет просто сплавляться по реке вниз если нам нужно будет на юг даже проще чем планировать надо какой-то реактивный вертолет создать а то что-то мне не нравится то что он медленно летает один из зрителей там прислал мне собственный переделанный вот из этого маленького вертолетик но я пока еще не удосужился его скрафтить ну ресурсов у меня пока нет но я это обязательно сделаю но вообще конечно у меня тоже есть свои мысли по поводу транспорта вертолета в частности мы почти прилетели какие-то скалы тоже здесь так вот в заросных летишь-летишь бах и в скалу не хотелось бы конечно так давайте смотреть где лучше всего совершить посадку какая интересная скала смотрите нависает прямо над озером я думаю что вот здесь прямо ну вот мы и на месте тихо-тихо ну-ка попробуем сканирование смотрите под нами пещеры довольно обширные кстати говоря но ресурсами не пахнет что это за место это ледниковое озеро образовавшийся в ледниковый период несколько сотен тысяч лет назад обычно у таких озер скудная экосистема без большого количества рыбы вот почему очень любопытен тот факт что тут обитают такие большие разновидности рыб может они просто питаются более мелкими рыбами ты так думаешь? это возможно но я предполагаю что должно быть и нечто большее чем это здесь должны быть другие источники пищи я подозреваю что сейчас нас справит в эти пещеры вон она кстати смотрите рыбешка что нам теперь делать ты заходишь в воду привлекаешь животное специальной приманкой затем возможно бьешь его несколько раз чтобы отпугнуть я надеюсь что она подплюет к своему логову и это может привести нас к новым открытиям по мне так себе идейка вот приманка водолазная маска это полезно когда приготовишься мы поплывем к глубокому месту в озере и разместим приманку и я так подозреваю что эти пещеры которые я видел на сканере они еще и подводные вот это не очень хорошо давайте посмотрим что там за маска вот такая вот масочка скриншотик и приманка на что похоже приманка но видимо приманку она разместит потому что я не вижу никакой приманки у себя хотя написано использовать приманку ну-ка давайте-ка посмотрим приманка вот такая вот я просто хочу определиться то ли ее юзать нужно то ли она автоматом как-то используется нет я не вижу никакой приманки короче говоря давайте заныривать на месте разберемся ну вот эти вот ребятки мне не нравятся которые там большие плавают да все верно пещеры подводные сейчас мы будем воевать еще и с акулами готово но их тут две агнес нашим длинным боем сражается отлично собираем лут да в самую-самую глухомани тут какая-нибудь еще живет такая пакость скорее всего которую мы до сих пор не видели так ну это уголь вроде бы так подожди что-то куда-то не туда я приплыл почему мне показывают на такое место в котором в которое я не могу попасть а воздух заканчивается тем временем ну я не вижу где здесь проход если честно здесь кругом скалы здесь кругом скалы скалы здесь кругом скалы то ли я туплю то ли просто в темноте не вижу ни хрена давайте может быть как-то возьмем у меня есть фонарик попробуем с фонарем что-нибудь здесь увидеть но не особо это помогает ну вот показывает она но там стена давайте выплывать потому что мне кажется если я так буду долго тупить то у меня закончится просто кислород а воздушных карманов я здесь не вижу может быть с другой стороны просто ну давайте вдохнем посмотрим с другой стороны может быть я просто не в тот проход свернул здесь вот тоже довольно большая пещера но это вообще не туда здесь тоже тупик может быть я вообще ошибаюсь и нам нужно не под водой сразу да все таки на поверхности этим заняться теперь надо найти дорогу обратно вот она огромная затопленная пещера это прикольно конечно вот опять акулы давайте-ка мы не будем с ней связываться пусть ребята там наши разбираются я бы предпочел осмотреться так нам показывают туда возможно приманку нужно разместить просто ну на поверхности а уже потом заныривать агнесс наш аж вон где или не на поверхности а просто ну на берегу ну да это логично что я ломанулся сразу в эти пещеры не на берегу но вот здесь наверное будет более правильно вон она как раз там что-то химичит так ну видимо вот это вот та самая акула которую нам нужно пострелять чтобы напугать напугать или нет сейчас проверим нет видимо это не она так ну нужно использовать приманку ну блин я ее а вот она как ее использовать просто тупо вот так да за кем следовать вот теперь нужно видимо занырять ну что то я не пойму логики за кем нужно следовать я никого не видел может быть вот за этой вот все таки а спорим за воздухом ну давай я уже глотал воздух они там продолжают воевать что-то как-то нет нет ясности в задании все или что куда вот она ломанулась за воздухом на берег что уверена говорит там есть подземное озеро а разве мы не должны отправить зонт ну я уже отправил а почему вот этот у нас не отображается в нашем справочнике может быть нам нужно один замочить а тогда он отобразится а тогда он отобразится тогда он отобразится есть есть так ну что наверно надо на этом я очередную серию закончил времени не осталось разбираться с этим подводным заданием мы будем в следующем эпизоде на сегодня это все спасибо всем за внимание до новых встреч